Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем, кто видит меня первый раз. Меня зовут Маша, и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня видео будет о моих любимых средствах для умывания. Поступил такой запрос, чтобы я рассказала о своем некотором таком рейтинге средств для умывания, потому что я человек, которому достаточно сложно угодить в этом плане, потому что кожа у меня склонна к обезвоженности, она очень сильно сохнет после умывания. Но я при этом люблю очень качественное очищение до скрипа, то есть я должна видеть в этом средстве глубокое очищение, при этом, чтобы оно не сушило кожу. То есть угодить мне сложно, и очень мало средств, которые действительно я полюбила за весь свой, скажем так, сознательный период и период на ютубе. Сейчас у меня, к сожалению, всех этих средств нет в наличии, чтобы я вам банки именно показывала с ними, поэтому я буду вставлять фотографии. Но раз такой запрос появился, то нужно его как можно быстрее исполнить, и поэтому, если вам интересны средства для умывания, если вы выбираете для себя сейчас идеальные средства для умывания, то желаю вам приятного просмотра. Я не скажу, что у меня есть первое, второе, пятое место среди этих средств, но есть четыре любимца, которые, в принципе, для меня практически, ну не сказать, что идентичны, они разные, но при этом я их люблю примерно в равной степени. И одно средство, я его люблю чуть меньше, но при этом я его не могу не отметить. Итак, четыре средства, которые я люблю больше всего. На самом деле, самое-самое-самое мое любимое средство из всех, что я встречала в своей жизни, это Клоранс, Клоранс с хлопком для нормальной и, по-моему, комбинированной кожи. Средство потрясающее. Это такой нежный крем, который пенивается и превращается в достаточно плотную мыльную пену, которая прекрасно очищает кожу. Она не сушит кожу, но очищает просто на ура. Просто на 100% вычищает все из кожи. Кожа мягкая, чистая. У меня, когда я пользовалась этим средством для умывания, не было вообще никаких проблем с кожей. То есть все-все-все очищалось, кожа не шелушилась, кожа была увлажненная, чистая, и никаких прыщиков, высыпаний, ничего не было на коже. Я просто довольная, как сон была. И я, на самом деле, не покупаю просто потому, что я знаю, что оно крутое. Ну, точнее как, я хочу себе купить вот такую вот дежурную упаковку этого средства, которого хватает где-то при регулярном использовании, может быть, на полгода. У меня держалось это средство порядка месяцев 9, если не больше. У меня оно, как бы я им пользовалась, на какие-то моменты прерывалась, пользовалась другими продуктами, и потом возвращалась к нему. То есть оно мегаэкономичное. На одно умывание вам нужна маленькая горошинка этого средства. Но оно фантастическое. Просто это вот самый-самый мой любимец. Примерно похожее на это средство, но другой марки, Givenchy, Clean Me Tender. Это такой взбитый мусс по консистенции, который имеет жемчужный блик. То есть в плане именно очень-очень такой вот лакшери продукт. Очень приятно им умываться. Фантастический запах. Просто, скажем так, такой типичный запах Givenchy. Работает данный продукт аналогично моему любимцу от Clorans. То есть кожа ваша очищена просто до блеска, в ней нет никаких загрязнений. При этом она увлажненная, ровный цвет лица. То есть все, что может делать средство для умывания, вот эти два продукта просто делают на 100%. Я, наверное, вот это прям бомба для меня. Я обожаю эти два продукта. Следующий продукт, это продукт для любителей натуральной косметики, органической косметики. Это средство для умывания, масло для умывания Диметро от компании Freshline. Я обожала этот продукт, когда я впервые с ним познакомилась, потому что на тот момент мне казалось, что все средства для умывания, они сушат кожу, и они недостаточно вымывают из кожи что-то. И Диметро это просто что-то для меня было фантастическое. Это было порядка, наверное, года или двух назад. Я познакомилась с этим средством. Оно просто, просто бомба. Во-первых, оно увлажняет кожу, то есть дает дополнительное увлажнение вашей коже. При этом оно фантастически очищает кожу и подсушивает все воспаления. То есть оно даже не подсушивает их, а именно уходит все воспаления, они вылечиваются. Подсушивают это не совсем верное слово. То есть они вылечиваются, они уходят с кожи. Кожа становится более ровная, более красивая, более здоровая. Ровный цвет лица. И самое-самое главное, что вот я считала, что не может один продукт делать сразу столько. Но и вылечивание каких-то недостатков кожи, и увлажнение, питание кожи, и прекрасное просто умывание. Мне очень нравился этот продукт. Не знаю, почему я сейчас к нему не возвращаюсь. Как-то так, ищу что-то новое, ищу что-то более крутое. После него вот как раз был уже Clorance. Но Clorance, я не знаю, именно для меня он более, не знаю, больше люблю. Это может быть какие-то мои уже понты, загоны и так далее. Или я просто люблю эту марку. Но именно Fresh Line я могу рекомендовать любителям натуральной, органической косметики. Людям, которые серьезно относятся к составу косметики. Потому что именно Fresh Line это и натуральный состав, и кожу этот продукт лечит, избавляет от всяческих высыпаний. И увлажняет, напитывает кожу, и при этом это отличное умывание. Следующий продукт я могу назвать моим, скажем так, удивлением 2013 года. То есть я познакомилась с ним год назад, тоже осенью моим, скажем так. Но я не ожидала от данной марки такого продукта. То есть это нашумевший мусс для умывания от компании Nivea. Вот я люблю именно голубенький, розовый я не пробовала. Мне очень-очень нравится, как он очищает кожу. Он очищает просто до скрипа кожу. Все вычищает, при этом он также не сушит кожу. С этим средством я чувствовала себя прекрасно. Кожа чувствовала себя прекрасно. Я, честно, не ожидала, когда покупала мусс от Nivea, что этот продукт окажется таким классным, что он действительно будет очищать кожу наравне с продуктами из люкса, из миддл маркета. Я чувствовала себя, что данный продукт будет в моих любимцах. Но как есть, на самом деле я очень сильно полюбила этот мусс. И вот честно, вот все четыре продукта, которые я вам сейчас озвучила, наверное, каждый из них я в тот или иной момент, когда иду в магазин, думаю, а не прихватить ли себе, чтобы у меня действительно стоял вот он на всякий случай, чтобы у меня вот был вот мой любимый продукт для умывания. Ну, не знаю, как-то вот жажда приключений или бьюти-блогерский интерес он постоянно отправляет каким-то странным полочкам с новыми продуктами. И пятое средство, которое я не могу, к сожалению, назвать настолько же любимым мною, как и все предыдущие, но при этом я считаю, что также очень достойное средство. Мне оно очень сильно нравилось. Это мыло от Клиник, именно в твердом формате. Я брала для сухой, я брала двойку для склонной к сухости кожи. Мне оно очень нравилось, потому что прекрасно кожу очищает, также не сушит кожу. Не скажу, что оно как-то влияет на какие-то, скажем так, высыпания на кожу. Я не заметила себе такого влияния, но так или иначе очищение очень-очень классное, очень качественное, при этом кожу данное мыло не сушит. Мне оно в несколько раз больше понравилось, чем их стандартное мыло в бутылочках. Оно мне как-то меньше понравилось, в основном из-за запаха. В твердом формате мыло не такой концентрированный запах, поэтому мне даже поэтому он больше понравился. Так что, если вы любите компанию Клиник, и вам не принципиально, чем пахнет ваше средство для умывания, то обратите свое внимание на мыло от Клиник, именно в твердом формате. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Надеюсь, мой рейтинг средств вам поможет выбрать свое идеальное средство. Поэтому, если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. И все, желаю вам солнечной осени, отличных покупок, и пока-пока, до встречи в следующих видео. Лео, малыш, ко мне пришел малыш. Лео, где малыш? Лёва. Ливонтий. Ливонтий. Познакомься со всеми. Эээ. Итак. Лёвушка. Лёвушка. Лёвушка.